Всем привет! Сегодня такой быстрый, интересный, сумбурный ролик, как вы видите. У меня ремонт, делаю ремонт в ванной комнате. Прикол в том, что у меня пол поднят на 17 сантиметров, если быть точным, над уровнем всего пола в квартире. То есть, пол в ванной комнате поднят почему-то. Ну, я вам догадался же, почему. Короче, делаем обзор Интертула перфоратора. Интертул ДТ-01-85. Предыстория. Вчера у меня, короче, есть старый, был, был, есть, не знаю, старый бочковый перфоратор, которым я уже его купил в бэушном ломбарде и проработал с ним, короче, нормально. Вчера я сажусь работать, он сдох, я такой быстро, ноги в руки, пробежался по ломбардам и за 1460 гривен купил новый, ну, в ломбарде он новый, короче, но кто-то, видимо, его сдал. Вот такой перфоратор. Итак, бочковый, конечно же, будет лучше, но за такую цену я решил, что цена пушечная. И, ну, вот сегодня вам про него немножечко расскажу. Почему хотел, захотелось снять обзор. Как только я его купил и начал ним работать, я такой подумал, блин, наверное, надо было добавить денег и купить бочковый. Там был за 2500 гривен тоже в ломбарде, но почти на 1000 гривен дороже. Но, поработав немножко этим перфоратором, я понял, что, наверное, нет, что, наверное, хорошо, что я его взял, потому что лупит он нормально. У него есть три режима или даже четыре режима работы и, в общем, всякие небольшие плюшки. Удобная ручка крутится. Ну, в общем, если вам нужен перфоратор, короче, можно для домашней работы взять. Если вам не нужно им работать на объекте много, то тогда можно брать. Короче, смотрите, как я им работаю. Я только буду работать перфоратором чисто и всё. Смотрите, как я работаю, как я долблю этим перфоратором на заднем фоне. Я вам прочитаю немножко про его характеристики. Короче, в двух словах, если нужен дешёвый инструмент, Intertool DT0185, в принципе, за свои деньги, как мне кажется. Я вообще-то его взял за фигню денег. Так-то он стоит что-то 2600 вроде или что. Или 2400. Ну, короче, почти на 1000 гривен больше, чем я его купил. Если, короче, нужен нормальный инструмент, такой более-менее бюджетный, то можете присмотреться. В общем, давайте. Ой, буду работать. Работаю ещё, конечно. Долбить и долбить. Итак, немножко о характеристиках Intertool DT0185. Электродвигатель мощностью 1000 ватт. Отлично работает с твёрдыми материалами, такими как бетон, кирпич и камень. Частота ударов 5100 ударов в минуту. Максимальная энергия 3,5 джоуля. Легко справляется с кирпичной кладкой. Откалывает штукатурку, штробит стены, потолок, пол и прочее. Это, кстати, я подтверждаю. Всё это я делал. У него есть три режима работы. Сверление, сверление с ударом и удар с возможностью установки положения зубила. В режиме сверления перфоратор развивает 1300 оборотов в минуту и проделывает отверстия в стали 13 мм, в бетоне 28 мм и в дереве 40 мм. Скорость работы регулируется с помощью курка на ручке. Перфоратор оснащён боковой рукояткой, предназначенной для удобного перехвата инструмента в работе. Рукоятка может быть установлена под левую или правую руку для комфортного использования. Также для удобства при выполнении длительных работ предусмотрен фиксатор кнопки включения. Кроме вышеперечисленных режимов работы, в перфораторе предусмотрен реверс, который необходим при заклинивании оснастки для её освобождения. Прорезиненный надёжный сетевой шнур износостойкий. На входе в инструмент усилен и защищён от перегибов с помощью вращательного элемента. Длина шнура 2 метра 90 сантиметров, что позволяет работать без дополнительных удлинителей. Кстати, это тоже подтверждаю, реально шнур длинный. И я им работаю, подключив не в самую ближнюю розетку. Особенности у этого перфоратора такие. Он производительный и компактный. Быстрая смена буров с системой SDS+. Высокое качество деталей и сборки. Защита от перегрузок при заклинивании. Есть реверс. И прочный кейс с металлическими замками для удобного хранения. Кстати, кейс очень даже неплохой. Это я тоже подтверждаю. Да и вообще, все перечисленные характеристики, да, реально подтверждаю. Перфоратор и все комплектующие аксессуары упакованы в надёжный кейс с дополнительными ребрами жёсткости для большей прочности. Ну, кстати, когда я покупал, оснастка была очень скудная. В комплекте у меня шёл один перфоратор и направляйка какая-то. Ну, опять же, я его брал в ломбарде. В ломбарде его, как я понял, кто-то принёс. Он был новейший, не пылинки. Но оригинальная оснастка, ну, где-то потерялась, наверное. Если вы будете заказывать его в магазине, то там оснастка будет повеселее. Ну, это вы уже читайте на сайте магазина. Короче, вот такой вот инструмент. Как по мне, ну, слушайте, он, конечно, нагрелся, но со своей задачей справляется на ура, я вам скажу. Опять же, бочковый, конечно, будет лучше, тут как бы разговоров нету совсем, но и этот также неплохой. Если у вас ограниченный бюджет и он вам подходит по цене, ну, можете рассматривать. Это вряд ли профессиональный инструмент, чтобы это не писали за свои деньги, это непрофессиональный, это такой, знаете, домашний инструмент. Но, опять же, я рекомендовать могу, мне пока нравится, пока он не сгорел. Продолбил я им уже нормально, ну, квадрата два, наверное, два на метр. И долбит он как и бетон, потому что у меня там цемент. Он там не сильно такой уж и плотный цемент, то есть не такой, как в советском Сьюзе когда-то лили. Но он такой, ну, нормальный цемент. И кирпичи, лупит тоже на ура. Еще прикупил вот такую вот насадку на болгарку. Прокрафтовская болгарка, кто помнит, тут помнит годика, два или три даже назад был у меня обзор Пашет. У меня две этих болгарки Пашут, дай боже. А вот купил в Днепре вот такую вот насадку Штаба ЕС. Вот такая вот она. Там скидка я купил за 280 гривен, она что-то там 400 счета стоит. Ну, в общем, пилит, ну, болгарка пилит нормально, и я керахеру подключаю к пылесосу, ну, нормально. Ловит не 100% пыли, прям не 100%, но процентов, не знаю, 50-60, может, 70 ловит. Немножко пыли, конечно, уходит, но очень много пыли эта насадка ловит в себя. Так что, в принципе, если опять у вас не хватает денег, там есть покруче у них просто этот кожух. Ну, типа, можете брать этот. Если бабки не проблема, скажем так, то берите тот подороже. Я не знаю, как тот работает, того у меня нету. А вот этот вот кожух, со скидкой я его взял, говорю еще раз. Ну, короче, рекомендую. Как альтернатива Штаба ЕС. Ну, как альтернатива, знаете, пойдет. Ставьте лайки под видео, пишите в комментариях, как вам этот штраборез, как вам сам перфоратор. Слушайте, ну, нагрелся, нагрелся. У него, кстати, верхняя часть железная. Ну, и все. А так он пластиковый. Ну, в принципе, с работой своей справляется нормально. Так что, как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Скоро увидимся. Пишите обязательно, как вам инструменты. Как вам еще мой ремонт. Это, конечно, тут еще, блин, просто жесть. На Изи Мастере, на втором канале, возможно, я еще не знаю, если у меня будет время и желание, сниму вам уже итоговую работу ремонта. Я там уже пару нарисовок, пару подсъемов есть до, типа, во время ремонта, как происходит все. И будет уже полностью вся картинка ремонта, когда он будет закончен. Все. Всем спасибо. Всем пока. Вот такой вот этап ремонта. Чтобы понимали, сдолбал пол на 23 сантиметра. Все тем же перфоратором. Все рабочее, все отлично. Кучу всего поздолбливал. Еще вот такой небольшой участочек. Короче, перфоратор годный. Перфоратор годный можно брать. Ну, если вас устраивает цена, его характеристики.